Ну или не смог поймать мяч Алексей Швед, кому что больше нравится. Уильямс Госс выводит Херви на бросок и издалека точно. Очень уверенно, очень уверенно. Не точный подбор снова за локомотивом. Уильямс Госс бежит вперед, будет завершать сам мяч корзине. 1 на 1, Шведа обыграть. У Шведа есть преимущество. Ух ты, какой ассист на Кевина Херви. Еле-еле прошел мяч, фактически без сопротивления, хотя и начало атаки было не очень удачным. Дабл-тим, Найджел Уильямс Госс. Отвечает, причем очень уверенно. И Мозгов эту воздушную дуэль выиграл, не касаясь мяча. Херви решил, что набрать 3 очка лучше вот таким вот способом. Нужно объезжать, а мы знаем, что вокруг Химок большие пробки. Но Найджел Уильямс Госс не побоялся Тимофея Мозгова. Ход попытался забить через Линч, а видимо забыли все, что именно Линч лидер сезона по блокам. Снова Уильямс Госс, снова он руководит атакой, он забивать будет сам, и он забивает этот мяч. Вау, вау, вау. Да, вот здесь похоже нужен тайм-аут. Не справился со скоростью Панкрашопа, все-таки получится. Быстрый отрыв, Херви. Мяч в корзине. Локомотив в игре. И не пустил. Швед промахнулся снова. Уильямс Госс. Можно похвалить. Ой, замедлился. И вау. С любой дистанции, с хорошим процентом. Один из лучших снайперов того, саратовского автодорожда. Бакова машинка с передачи. Уильямс Госс мяч просит Херви. И выводит американец свою команду вперед. А вот атаки не последовало. Не поспешит. Ой-ой-ой-ой. Детский парашют. Интересная передача на Кузьминскаса. Он даже сам был не готов к такому ассисту. Херви. Забивает издаля. Не ошибаюсь. Но сколько очков он добровал. Панкрашов теряет мяч. Уильямс Госс. Завершающий атаку. Ой, сверху. Ой-ой-ой-ой. Получает мяч в атаке. Бросать не стал. Херви. Активно на него играет. Но, тем не менее, эффективность потрясающая. Херви. Неудобный бросок. И мяч снова в кордине. Кевин Херви.